Дорогие друзья, Аллилуйя! Будьте благословены, настраивайте свой слух, свое сердце на слышание Слова Божьего, потому что вера приходит через слышание. Если вы услышите Слово Божье, само Слово Божье, в вас произойдут перемены. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы разрушить одно из заблуждений. Первое, одно из самых больших заблуждений, это в том, что у нас много времени. Это заблуждение. Взрослые люди среднего возраста или преклонного могут сказать, что вчера он был еще ребенком и бегал под стол. Видите, как время проходит, да? И многие люди, которые еще думают, что у них все впереди, и они еще с Богом могут примириться, и что они это сделают чуть-чуть попозже, но они обязательно это сделают. Я вас хочу разочаровать. Вы можете не успеть. И я хочу вас просто убедительно попросить. Просто поразмыслите. Если вы уйдете в вечность без Бога, вечность для вас будет ужасная. Изменить ничего нельзя будет. Поэтому сейчас можно изменить. Сейчас это и надо делать. И Библия написана, сегодня день спасения. Сегодня день какой? Благоприятный. То есть все условия для вас. Что только приходи к Богу. И все спокойно. И не используйте натуру человека. Такую, знаете, гром не грянет, мужик не перекрестится. Не надо ждать грома. Сегодня день благоприятный. Деяние 17.30 говорит. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему? Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть Бог сегодня не предлагает. Он вам каждому повелевает покаяться, обратиться к Нему, повернуться, оставить грех и попросить у Иисуса помощи. Сделайте это сегодня. Вы же для этого и включаете, чтобы посмотреть. Вы же знаете, что вы будете смотреть? Вы именно это и услышали. Что вам, тем, кто еще не сделал решение, надо сделать его. Сегодня. Не завтра. Не вечером. Сегодня, прямо сейчас. Встаньте на колени перед Богом и попросите прощения за все ваши грехи. Попросите, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Тогда произойдет рождение свыше. У вас будет великий праздник. Будьте благосовенны. Итак, тема проповеди будет называться «Мифы о рае и аде». Мы же все слышим, правильно? Бог, черт, черно-белый, грех, правосудие. Понимаете? Оно все как-то переплетается. У нас у каждого, знаете, у каждого человека какое-то есть, знаете, свое представление. И, соответственно, бывает, что представление об этих сферах абсолютно может быть разное и неправильное. И единственное, откуда мы берем правильное представление о этой среде, среде ада, среде неба, среде рая, это и Слово Божьего. Бог не оставил нас глупенькими и невеждами. Он дал нам Слово и сказал, изучайте Его и стройте свою жизнь. И фарисеям, он и книжникам сказал, изучите Писание, ибо через них вы будете иметь жизнь вечную. Нам нужно изучить. И вы знаете что? Я поизучал, и я покопал, и я нашел некоторые вещи. Только некоторые вещи, их намного больше, их намного обширнее. И то, что не скажу я, вам скажет Бог. Даже если бы вы уже услышали это название, уже с вами поговорил Бог, что есть мифы о рае, и есть мифы о баде. Есть, например, люди, которые, знаете, не верят в Бога. Они больше склонны верить в сатану и быть такими, знаете, рокерами. Такими, знаете, с футболками, там, с перевернутыми звездами, с козлом, я не знаю, в кожаных куртках, с длинными волосами, такие, знаете, в пирсинге. И у них все так круто, и они считают, что у них будет вечеринка в аду. Они, в принципе, слышали о баде, но они говорят, что мы там соберемся на вечеринку. Один проповедник сказал, вечеринка в аду отменяется по причине большого пожара. Рай и ад – это конечное место выбранного нами пути. В одних из роликов я говорил, что наш жизненный путь где-то начинается и где-то он заканчивается. Когда мы родились, он начался, когда мы умерли, он закончился, когда мы умрем. И закончится он именно там, где и должен. Тот путь, который мы выбрали, тот путь обязательно закончится. Если мы выбрали Иисуса Христа, то есть правильный путь, Иисус сказал, я есть путь, он закончится в небесах, потому что Иисус на небесах. Всю жизнь мы шли по этому пути, и вдруг пришли, и видим Иисуса, он с нами, мы в блаженном месте, мы в хорошем месте, у нас сердце ликует радость, мы видим родных, мы видим всех апостолов, всех святых, мы видим Бога, ангелов. Нам хорошо. Мы видим нашего любимого Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Но если я не выбрал этот путь, но я знаю, что я все равно движусь куда-то, то будет этот путь, конечно, закончен очень печально и очень плохо. Итак, рай и ад похожи тем, что там и там добровольцы. Никто, никого специально там, знаете, не кинул туда. И Бог не создавал ад для человека. Он был создан для падшего ангела Люцифера и был заключен. Почему? Потому что ангел этот падший не захотел быть с Богом, не захотел выполнять его волю. Он возгордился, он захотел быть отдельно, и Бог ему это место отдельное и сделал. Не для человека. Человека мы должны понимать, что Бог создал в раю. Не просто даже на земле, на голой земле Бог создал человека, а в раю. И когда Бог создавал человека, уже все функционировало на земле. То есть не было недостатка в земле. Все было, пища было, тепло было, температура, все было отлично, все было прекрасно. И мы даже не можем себе даже представить, насколько было все прекрасно. На земле, когда человек был рожден в раю, сотворен. Итак, если мы оказались в аду, а вы думаете, что если вы без Бога, как-то произойдет так, что вы все-таки будете спасены. Каким-то образом. Я вам скажу, ничего удивительного не произойдет. Знаете что, если вы едете в поездку, вы обязательно очень готовитесь к ней. Если вы мудрый человек, вы готовитесь, вы проверяете свой паспорт, чтобы он за полгода еще там срок годности не истек. Вы готовите вещи, вы пробиваете местность. Вы знаете, по крайней мере, что вы едете. А тут вы уходите в вечность, и вы ничего не сделали для этого. И еще плюс надеетесь на то, что как-то, каким-то образом вам повезет. Вам не повезет. Вам везет сейчас. То, что вы слышите, что вас направляют на истинный путь, но вас никто не сможет оттолкнуть. Даже я этого не смогу. Если бы мне Бог сказал, толкни его, я бы толкнул вас. Но я вас просто убеждаю, я прошу вас, я вразумляю вас с вашего разрешения, потому что вы смотрите. Итак, первое миф. Существует мнение, что однажды Бог уничтожит ад и вытащит оттуда всех заключенных, так как он добрый. Да, Бог добрый. Бог не злой. Это дьявол злой. А Бог настолько добрый. Если вы встретитесь с Богом, первое, что вы переживете, это его доброту, его сияние, его любовь к вам. Бог очень добрый, но он не станет препятствовать выбору человека. Он не станет препятствовать, потому что Бог сам дал человеку право выбора. И поэтому, если человек говорит, я не хочу быть с Богом, меня достали эти 10 заповедей, не посмотри, не сделай, ничего, как жить вообще? Да и хочу, я буду жить, как хочу. Понимаете, если человек истерит, он может спокойно истерить, можно спокойно, например, отказываться от Бога. Да нет, это как бы для слабых людей, это для глупых людей, это для старых людей, для пожилых, это не для молодежи. В принципе, возможно, я не исключаю, что в старости я приду к Богу, но сейчас я молодой, мне надо подергаться немного. Бог, я повторяю, создал ад не для человека. И человек, выбрав дьявола, идет туда. И Иисус говорил людям, обращаясь, говорил живым людям и говорил, ваш отец дьявол, вы пойдете к своему отцу. Каждый идет к себе домой. Вы, например, отработали, вы отучились, и вы идете куда потом? Домой. У вас есть дом, у вас есть адрес. Также после церкви, это наш духовный дом, второй дом духовный называется. Мы здесь пообщаемся, насладимся Богом, услышим слово, вдохновимся, покушаем, запьем духовно все. Вот, пообщаемся за чашкой чая, кофе. Но потом каждый идет домой. Каждый идет домой. Так же и после жизни, каждый идет к себе домой. Почему? Потому что ты выбрал этот дом. Бог очень добрый, но Он и святой. И ничто нечистое туда не войдет. Итак, вопрос. Временный ли ад? Существует мнение, что люди, которые попали в ад, они там погорят, там миллиард лет, миллион лет, я не знаю, триллион лет, или триллиард лет. Погорят, погорят, помучаются. И потом Бог скажет, хватит, ладно, все, надоело мне, уничтожаю ад всех людей к себе. Дьявола тоже отмойте, очистите его, пусть дальше поет. Такого никогда не будет. Почему? По одной простой причине. Бог послал в мир своего Сына, чтобы спасти мир. Мы знаем, что Иисус умирал с самой жестокой, унизительной смертью. Просто подумайте. Если человек, например, допустим, ад временный, ну вот, помучился человек миллион лет, зачем сына посылать для такого ужаса, чтобы его на кресте распяли, унизили, издевались над ним. Да как это можно? Какой родитель вообще согласится, чтобы его дети страдали? Да каждый родитель, если его ребенок заболел, так переживают, так волнуются, это мы земные родители. Вы думаете, Бог, Отец Небесный, не любил своего Сына, отдал его на смерть, ладно, иди. Если бы так было, что человек отмучился бы в аду миллион лет, допустим, и потом его освободили, Бог не посылал бы своего Сына. Я вам точно говорю, не верите, спросите у Бога. Бог не посылал бы своего Сына для такого ужаса. Голова, распятого на кресте полностью без одежды, окровавленного, висел, мучился, над ним глумились, издевались. Издевались по полной программе, он взял все грехи и все болезни. Это для того, чтобы просто, знаете, а для чего тогда умирал Иисус, если от не вечный? Нет, Иоанна 3,16 говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, единственного своего Сына, единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья и сестры, Бог отдал своего Сына, чтобы каждый верующий в Него имел жизнь вечную. Послушайте, если жизнь вечная, то и смерть тоже вечная. Почему мы исключаем, почему мы говорим, жизнь вечная, а смерть временная? Почему? Откуда мы такое берем? Просто логически. Просто если поразмыслить, зачем Богу отдавать своего Сына? Да помучился бы человек миллион лет, да и выпустили бы его потом. И потом Бог просто взял бы и разрушил бы ад. Нет. Все Бог что делает, Он делает это вечно. Итак, ад вечный. Если вы туда попали, никаких изменений с вами не произойдет. В аду нету паузы, в аду нету правил. Там есть мучения, которые во веки веков. Бог не только добрый, но и святой. И Он праведный судья. Однажды Он уже спас всех. Кто-то принес свое спасение, а кто-то отказался. Потом ничего пересматриваться уже не будет. Нет. Еще один из мифов. Дьявол однажды покается. Однажды Он покается, и Бог его просто, как бы, знаете, все будет хорошо. То есть ничего плохого не будет. Будет все хорошо, будет все нормально, дьявол покается. Бог скажет, ну ты осознал? Он скажет, да, осознал. Я такой негодяй был. Столько миллиардов людей убил. Издевался над ними. Болезни посылал. Разрушал семьи. Одиночество вносил. Сиротство вносил. Приносил в жизнь людей. Я приносил ужас и ад. Бог ему скажет, ладно, я тебя прощаю. Знаете, что такого тоже не будет? Почему? А одна причина очень веская. За человека, человек тоже никогда не смог бы покаяться и прийти в небо. За человека Бог отдал Сына. И за человека, только за человека, лилась кровь Иисуса, Сына Бога. Кровь Его лилась за человека. И если мы теперь хотим спасения, мы должны признать кровь. И призвать ее, чтобы она очистила нас. И праведными войти в небеса. За дьявола никто не умирал. У него нету ходатая. У нас есть ходатай перед Отцом. Это Иисус. Наш Господь и Спаситель. Он адвокат. Он оправдывает нас. Когда мы приходим пред Бога, приходит и дьявол. И говорит, он грешник, он грешник. А Иисус говорит, кровь моя смывая с него всякий грех. Я платил за него. Иди на небеса. За тебя заплачено. За дьявола ничего не заплачено. И он будет вечно в аду. Даже не вечно в аду. Ад – это временное место. Озеро огненное, мы говорим. Но образно сегодня будем говорить ад. Потому что ад – это временное место заключения людей, ожидающих суда Божьего. Приговора. Из ада никто не переходит в рай. Бог повелел всем людям покаяться повсюду. Кто-то это сделал. Кто-то был послушен. Кто-то отказался. И тот, кто отказался, он сам добровольно сделал свой выбор. Никто его к этому не принуждал. Следующий миф. Об аде и о рае. В рай попадают хорошие люди, а в ад – плохие. Вы согласны? Делай добро, и ты попадешь в рай. Делаешь плохое, попадешь в ад. Нет. Очень много хороших и добрых людей в аду. Я знаю, что это звучит очень грубо. Это звучит очень резко. Это звучит неприятно. Очень много добрых и хороших людей в аду. И очень много грешников, падших, просто мерзавцев, которые пошли в рай. Вопрос – почему несправедливость? Знаете, здесь действует благодать. Это незаслуженный дар спасения. И вот грешник, который всю жизнь только делал зло, только грешил, он даже не чувствовал осуждения, может быть, совести. И под конец жизни он обратился к Иисусу и признал свою вину, признал свою греховность и попросил Иисуса о помощи. Вы думаете, Иисус откажет ему, если он умер за грешников? Как он ему откажет? Перед Иисусом нету, знаете, разницы – большой грешник, маленький грешник. Нету такого понятия. Есть грешник, а возмездие за грех – смерть. Итак, много грешников, которых мы уже крест поставили на земле, допустим. Мы их уже давно причтили и занесли, знаете, в ад, что они будут в аду. Никогда не делайте это, что вы не знаете, где человек окажется. У Бога есть свои планы для каждого человека. Очень много таких людей, которые недостойны небес, они на небесах сейчас. Тот же преступник, который умирал с Иисусом. Иисус ему сказал, сегодня же будешь со мной в раю. Вы знаете, очень много добрых людей, интеллигентных людей, они пошли в ад. Почему? Они отказались от Иисуса, они отказались от источника жизни, они отказались от Бога, который на небесах. Они от Него отказались. Просто представьте, каким образом, за что они должны идти на небесах. Так как человек питается всю свою жизнь от дерева добра и зла, то несмотря на то, что есть добро, у него есть и зло. А возмездие за зло, за грех – это смерть. Поэтому добрые люди не спасаются, основываясь на добрых делах. Нет. Интеллигенция и доброта не открывают ворот рая. Иисус открывает. Он есть путь к Отцу. Всем одинаково. Надо обратиться к Иисусу. Я здесь стою по этой причине, чтобы каждый мог обратиться к Иисусу. Матфея 21, 31. «Говорю вам истину. Сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Божье. Ведь Иоанн пришел к вам показать путь праведности, и вы не поверили ему, а они поверили. Вы же даже после того, как это увидели, не раскаялись и не поверили. Интеллигентные люди, образованные, богатые, не поверили. А это самый большой грех – неверие в Иисуса Христа». Следующий миф. В рай попадают просто так. Главное быть хорошим и делать добро. Нет, нет, нет. Просто так в рай никто не попадает. В Ефесянам 2, 8 говорится, «потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это дар Божий». Девятый стих. «Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение». Видите? Не просто так туда приходят, в рай, а через веру в Иисуса Христа. Вера включает в себя обращение к Иисусу. Итак, следующий миф о рае. Рай – это блаженное место. Это самое прекрасное место. И если у вас есть в вашей жизни, в вашей памяти какие-то хорошие воспоминания, какое-то место, где вы были, вы куда-то ездили за границу, отдыхали, то рай – это превышает в миллиарды раз. Все ваши хорошие чувства, которые у вас были за всю жизнь, знайте, что рай – это лучшее, чем мы себе можем представить. Там настолько прекрасно, там настолько хорошо. И именно рай. Человек был создан для рая. Для рая. Для того, чтобы Бог приходил и общался с человеком. Поэтому Бог не желает человеку зла, а желает ему добра, рая. Итак, миф. Вход в рай свободный. Нет. С того момента, когда были высланы грешники, два грешника из рая, мы помним Адам и Ева, туда была поставлена охрана. И ангел стоял с обращающим мечом. Я не знаю, крутил он его там или что там было. То есть, если бы они пошли туда-обратно, сказали бы, да это наш дом, пойдем туда, все, получили бы сразу мечом. Итак, 1 Иоанна 5, 12 говорит, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Если ты умер, и в твоем сердце живет Иисус, ты по этому пропуску проходишь в рай. Если ты умер, но в твоем сердце не живет Иисус, ты просто был верующий, ты не идешь в рай. Здесь конкретно написано, имеющий пропуск имеет жизнь. То есть, имеющий Сына Божия. Он имеет жизнь. Только он имеет право. Получи это право. Сегодня это даром. Итак, следующий миф. В раю скучно, а в аду весело. Сатанисты только это говорят. Которые, которым, знаете, даже больно, если они о плиту обожгут пальчик. Это говорят сатанисты. Которые, знаете, обожгли где-то плиту, знаешь, там поправляли, ой, больно, больно, больно. Любой сатанист, ему станет больно. И почему-то он считает, что место огня там будет прикольно и классно. А почему? Потому что он обманут. Такой человек обманут. В аду стоят ужасные крики. Никто там не веселится. Больше там улыбок нету. Там плач и скрежет зубов. И огонь там не угасает, и червь их не умирает. Матфея 13, 41. Пошлет сын человеческих ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. То есть люди, которые делали беззаконие, попадут в эту печь. Там будет плач, скрежет зубов. Кто-то, знаете, говорит, почему ты говоришь о Баде? Почему ты говоришь о Баде? О хорошем говорить. Знаете что? Послушайте внимательно. Кто об этом говорит? И Иисус о Баде говорил больше, чем о Рае. Теологи изучали. И Иисус о Баде больше говорил, чем о Рае. Почему? Предостерегал. Потому что он знал, что такое жизнь человека. Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вы видели, как утром поднимается пар? И потом вы отвернулись, посмотрели. Все, пара нету, солнышко уже взошло. Ой, пара нету. Вот что такое жизнь человека. Поэтому человека надо вразумлять. Убеждать его надо. Для чего? Для того, чтобы человек принял жизнь. И жизнь с избытком. И чтобы в конце своей жизни он радовался, что он с Иисусом. Так. В раю плохо, многие говорят. Там на одном облаке посидел, перешел на другое, более удобное. Ну, что-то надоело, как-то скучно здесь. Не повеселиться, не погрешить. С облако на облако. И, в общем-то, это неинтересно. В аду прикольнее. Нет, нет, нет. Знаете, Библия говорит, а рай и так. Не приходило то, не видел того глаз человеческий, не слышало то ухо человеческое, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Не просто верующим, любящим его. Вера нас должна приводить в любовь с Богом, чтобы нам быть успешными в первой заповеди, возлюбить Бога всем своим сердцем. И Бог приготовил для таких людей такой сюрприз, что ты не можешь, не можешь представить, что такое рай. Только одно мы знаем сейчас. Что там будет настолько хорошо, как никогда в жизни не было. И тебе не выставят счет потом. А теперь отвечай за это. Поселился на счет. Нет, это будет вечно и усиливаться. Радость там вечная, усиление там вечное. Там так здорово, такое блаженство. Луки 16, 25. Но Авраам ответил, дитя, вспомни, что ты получил в своей жизни доброе, а Лазарь получал только плохое. Сейчас же он здесь получает утешение, а ты страдаешь. То есть для чего я это прочитал? Для того, чтобы увидеть, что Лазар, Лазар утешается. А утешение, это также относится к наслаждению. Лазарь, который мечтал о кусочке еды, о кусочке, о крошках хлеба, падающих с этого, со стола богача. Он даже себе не мог крошку хлеба позволить. А на небесах сам Иисус сказал, это сам Иисус сказал, что он сейчас утешается, он наслаждается. Там так хорошо. Итак, кто думает, что в аду хорошо, а в раю плохо, это не так. Я вас разочаровываю, разубеждаю. Поверьте истине. А истина в Слове Божьем.